Здравствуйте, сударыни и судари! Кижи! Мне всегда хотелось поехать туда. И почему-то казалось, что это нереально. Но ведь решилась, поехала. Часа полтора на комете от Петрозаводска до Заветного острова. Издалека видна Преображенская церковь. Это символ Кижи. Чтобы пройти на территорию, нужно купить билет. Базовый для пенсионеров – 400 рублей. В стоимость входят услуги гида. Но базовый билет не даёт права на посещение церкви. Нужна доплата. Кижи – это и остров, и музей под открытым небом. А в прошлом – место, где люди жили, работали, выращивали растения, вели подсобное хозяйство, ловили рыбу, с бересты делали посуду и множество нужных вещей. Пряли, вышивали и создавали красивые, надёжные, функциональные вещи. Но ведь учтите, климат очень суровый. Это русский север. Посмотришь на хозяйственные постройки, дома, внутренние их обустройства, понимаешь, как же здорово. К примеру, зимний балкон. На втором этаже закрывать ставнями на ночь окна жилой части избы. На первом этаже держали скот, на втором жили. Была светёлка для приёма гостей. Хозяева показывали свой достаток. Очень красивое такое парадное помещение. Мы можем всё сравнить. Там мы сидели на деревянных скамьях, где стоят вот такие вот стулья, резной диван ручной работы, стол покрыт скачертью. Топили дом по-чёрному, а стены оттирали от копоти. И такие генеральные уборки делали часто. И получается, что дом содержался в идеальном порядке. И так по многим вопросам быта. Всё делалось по уму, здраво. Ограда для защиты поля от потравы скотом. Посмотрите, какая интересная. Амбар с зерном стоял отдельно, в сторонке. Вдруг пожар, а зерно сохранится. В длину остров немногим более пяти километров. А в самой широкой части нет и километра. Всего-то. Поражает воображение, как всё было продумано, мудро, надёжно. Быт из невыносимо трудного превращался в удобный. Так как мало земли, мало сена. И приходилось отвозить скотину на соседние острова. Туда ездить на лодке два раза в день, чтобы подоить коров. Как игрушка перед тобой, сказочная постройка. Всё в ней гармонично и продумано. Черепица, сделанная из липы, с годами становится серебряной. И на закате дня жители могли присесть, умиротворённо сказать себе, день прожит не зря. И любоваться. Почувствуйте умиротворение и вы. Словно благодаря мне вам удалось побывать на острове Кижи. Я желаю вам всего самого доброго. Пишите комментарии, подписывайтесь, заходите почаще на канал. Добра вам и удачи. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!